МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И таких жалоб на блоге министра регионального развития Булата Ржамишева предостаточно. Этот выпуск программы мы решили посвятить проблеме правоотношений между собственниками квартир и объектами кондоминиума. По нашим подсчетам, более половины обращений касаются вопросов жилищно-правовых отношений. Собственники квартир в недоумении. Они не понимают, куда уходят деньги, которые якобы отдают за коммунальную службу. Более того, в некоторых домах службы КСК просто-напросто не работают. А вот в одном из столичных жилых комплексов кооператив собственников квартир занимается самоуправством. Деньги жильцов собирают практически по два раза в неделю. То на ремонт подъезда, то крышу починить или почтовые ящики установить. При этом по завышенным ценам. На ящике полторы тысячи, на что я посмотрела в интернете, как бы эти ящики на пять ячеек стоят 2,200. А с жителей собрали по полторы тысячи тенге за каждый ящик. Отсюда вывод, что хотим, то и творим. Но правительство пытается отреагировать на решение проблем граждан в вопросах жилищно-правовых отношений. На прошлой неделе в Можелесе заместитель министра регионального развития Серик Нокин презентовал новый законопроект, призванный урегулировать отношения между КСК и жильцами. Ведомство предлагает такую норму, где жильцы сами могли бы выбирать себе КСК по вкусу и по цвету. Для собственников квартир предоставляется срок для выбора формы и самого органа управления объектом кондоминиума. То есть, какой орган, то есть КСК, какой КСК будет их расслуживать, у нас она как на конкурентной среде. Вот, в этой связи мы предоставляем возможность для жителей выбрать для себя, в первую очередь, форму управления, во вторую очередь, уже именно кто будет управлять, то есть, какой КСК, да, какая организация. Теперь все объекты кондоминиума должны будут иметь текущие или сберегательные счета в банках. Это сделает их работу прозрачной. Более того, если раньше отчета про дело на работе КСК предоставляли ежеквартально, то теперь сроки сократятся до месяца. В Минрегион развития предлагают и вовсе сделать эту услугу электронной. Каждый житель сможет получать ежемесячный отчет на свой почтовый ящик. Жильцы сами должны решать, что починить и где отремонтировать. Предлагаемые новые нормы касаются и этой части. Теперь никакого самоуправства. Если хотя бы четвертая часть собственников квартир против какого-либо ремонта или ноу-хау, то КСК не имеет права его делать. Необходимы согласия большинства. Также предусматривается норма, в которой четвертая часть от общего числа жителей, то есть собственников против принятия решения, то этот вопрос переносится на следующее собрание, на общее собрание. Более того, будут узаконены отношения арендатора и арендуемого. Типовой договор станет обязательным условием. В нем должны быть освещены интересы обеих сторон. В случае нарушений, любая из сторон может смело оспорить их в суде. Типовой договор будет определять минимальные требования, которые должны присутствовать в отношениях между нанимателем и наимодателем. То есть, если я, например, раздаю квартиру, и так-то получается. Да, у вас уже есть определенный типовой договор, с которого вы будете исходить. И по вашему, так сказать, согласованию, может он дополняться отдельными пунктами. Самым интересным моментом в законопроекте стал вопрос приватизации госжилья. Служебные квартиры будут оставаться служебными. В собственность переводить их запрещено. Вице-министр регионального развития Серик Нокин считает эту норму справедливой, поскольку в Казахстане много граждан, не имеющих в собственности никакого жилья. В этом законе мы предусматриваем запретить приватизацию служебного жилья госслужащим и другим. Но он не имеет права получить служебное жилье, если его перевели в другой город. Но если у вас в Астане, ну я просто и в другом городе, есть свое частное жилье, то вы не имеете права приватизировать то жилье, в которое вы приехали. Я думаю, это справедливо, у вас есть уже одно жилье. Более того, вице-министр предлагает и вовсе запретить приватизацию жилья, которое строится исключительно для очередников. Потому что этот процесс мы с вами, помните, обсуждали, бесконечный процесс. Серик приватизирует, потом может продать, через пять лет опять ставить на очередь. И вот это оборот. Если один раз он получил, надо на этом, мне кажется, ставить точку. Впрочем, пока что все это лишь предложение Министерства регионального развития. Еще даже не успели создать рабочую группу по подготовке закона. Но уже однозначно, нормопроекты справедливы и найдут свое место в законе о жилищных отношениях. Ну, я считаю, что это правильно. Потому что, я вам, как сказать, кто-то не может себе купить квадратный метр, да? Кто-то покупает десятки квартир. И потом на этом наживается, сдают все, весь разговор. У кого много, тогда да. А вот у кого она одна единственная, и приходится по каким-то причинам ее продать, то тогда лучше бы... То есть какая-то альтернатива, это должно быть? Да, да. Я считаю, что не должен быть закон только для какой... Именно категория людей должна быть перечислена. Редактор субтитров А.Семкин